В Тверской городской думе прошел круглый стол, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве между филиалом фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и региональным комитетом семей воинов Отечества. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Руководитель культурных проектов комитета семей воинов Отечества, глава Оргкомитета общероссийского передвижного фестиваля кино на службе Отечеству Олеся Шигина провела в Тверской городской думе круглый стол на тему взаимодействия органов власти и общественных организаций по вопросам духовно-нравственного воспитания через культуру, искусство, науку, живопись, музыку, журналистику и промышленность. Олеся Шигина, как активный гражданин и патриот, с самого начала специальной военной операции стремится объединить усилия государства и гражданского общества во имя, по сути, спасения нашей страны в судьбоносную годину. Сегодня почти всем уже очевидно, что борьба развернута не только на поле боя, но и в информационном пространстве. И исчерпывающей победы за воеваниями только на одном из этих фронтов не достичь. Именно поэтому очень важно сейчас продвигать традиционные культурные ценности русского мира, воспитывать патриотизм в людях и объяснять, почему так важно сегодня не сдаться, выстоять и победить. Об этом Олеся Шигина говорит и в своем документальном фильме «Отважные», главный посыл которого в том, что Донбасс стал сосредоточением борьбы за неприходящие ценности русского мира. Ведь здесь собираются самые активные и смелые люди нашего Отечества, чьи истории преисполнены достоинства и силы, готовности к жертвенности и героизму. Сегодня очень важно объединить усилия всех тех, кто готов внести свой вклад в общее дело, борьбу за самоидентичность, независимость и дальнейшее развитие нашего народа, нашей страны. Я хотел бы своих товарищей, правительства, благодарить этот неоценимый вклад в дело нашей общей победы. И уверен, что она будет за нами. Если мы все вместе, будем так встретиться к ее достижению. Действительно, сегодня для наших государств, для правительства, для губернатора, приоритетом являются все участники специальной военной операции, которые принимают, держатся в положении в руках, защищая нашу родину, на фронте и семьи. Сам Владислав Белорусов провел 4 месяца в зоне специальной военной операции. Он также поблагодарил двух депутатов Тверской городской думы. Дмитрий Аничаев, который вместе с ним год назад первым отправился в прифронтовые районы Запорожья для налаживания первых контактов с формировавшимися тогда прероссийскими органами власти. Общественными организациями, учреждениями образования и местным населением, вставшим на сторону России. А также Максима Жиркова, который впоследствии участвовал в налаживании инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. Мероприятие стало местом собрания единомышленников из многих регионов нашей страны. Военные, музыканты, сценаристы, режиссеры, предприниматели, ученые и журналисты, объединенные любовью и преданностью к своей стране, собрались, чтобы поделиться успехами и опытом работы ради достижения единой цели. Итогом стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции, защитники Отечества, Подтверской области и автономной некоммерческой организации Комитет семей воинов Отечества Тверской области. Мы не делаем разные дела. Мы делаем одно дело, но с разных сторон. Девушки работают с семьями военнослужащих, работают с действующими военнослужащими. Мы оказываем помощь ветеранам, уже вернувшимся с территории СВО, с семьями погибших. Мы решаем одни задачи. Нашу общую задачу сделать этот мир, наверное, лучше. Также собравшиеся подвели итоги первого этапа Общероссийского передвижного фестиваля кино на службе Отечеству по мероприятиям, проведенным в разных городах и регионах нашей страны. Олеся Шигина акцентировала внимание на том, что стране необходимо наладить диалог и продуктивное взаимодействие между четырьмя составляющими – государством, промышленностью, культурой и средством массовой информации. В Твери наше подписание сопровождается совещанием, соборным коллективным разговором режиссеров, поэтов, писателей, деятелей государства. Мы декларируем, что гражданское общество, культурные деятели, творческие деятели государства работают вместе. На круглом столе презентовали манифест журналиста на службе Отечеству. Всего в него вошло 15 положений. Например, не примириться со злом, обращаться к русским истокам и видеть разрушительные для страны процессы. Здесь мы услышали выступления ярких общественных деятелей из разных областей со всей страны. От Владивостока до новых территорий.